Я хотел бы предоставить слово Крупнову Юрию Васильевичу, известному политологу российскому, председателю Института демографии, миграции и развития регионов. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мне кажется, что всё-таки, во-первых, вчерашнее решение Украины задаёт совершенно новую ситуацию, и мне кажется, это уже нам позволяет с огромным оптимизмом смотреть на происходящие процессы, несмотря на все огромные сложности. Это первый момент. Но я хотел бы, уходя от языка дипломатии, всё-таки более чётко зафиксировать, на мой взгляд, ключевой вопрос, ключевую проблему. Ведь на самом деле, когда мы говорим про таможенный союз, и это правильно, и таможенный союз – это очень серьёзный организационный инструмент для наших экономик, это безусловно, но мы все прекрасно понимаем, что всё-таки проблема заключается в цивилизационном выборе. К сожалению, прежде всего для жителей Молдавии, Молдовы. То есть в этом смысле с Москвой здесь и с Россией всё немножко проще в основном, потому что 25 лет, прошедшие после перестройки, когда всю страну колбасило, и ещё лет пять назад были привычны с самых высоких трибун заявления о том, что мы должны влиться в семью европейских народов, в семью мировой цивилизации и так далее. К счастью, это заканчивается период, но колбасило нас очень здорово 20 лет. Сейчас мы поняли, что кроме как, прошу прощения, как это не выглядит странно, России, кроме как к России, присоединяться некому. И нам проще, вам гораздо сложнее, потому что всё общество расколото, идёт это всё по семьям, по организациям, по партиям. Я думаю, не так просто всё и в одной партии, не в плане, что это что-то там нехорошее, но это реальная жизнь. И поэтому вот этот цивилизационный раскол и требования на идентичность – это трагическая ситуация, мы это должны понимать, и я искренне хочу выразить и сочувствие, и желание, конечно, успехов всем, кто пытается максимально честно и ответственно заявлять свою позицию, свою идентичность, а не просто обсуждать какие-то абстрактные, только там экономические или ещё какие-то преференции, мол, где пиво будет дешевле. Ясно, что вопрос не в этом. Второй момент. В общем-то, всем этим процессом уже много сотен лет, и я считаю, что главный специалист по происходящему сегодня вокруг того же предстоящего саммита в Вильнюсе – это Николай Васильевич Гоголь, поскольку каждый, кто откроет его великую повесть «Тарас Бульба», в первых строках, когда описывается, собственно, дом Тараса Бульбы, сказано, что это было всё в память о тех временах оформлено, когда шла беспощадная борьба против Уни. То есть униатство, униаты – всё это то, что двигалось с XV века уже максимально конкретно. Безусловно, это борьба цивилизаций. Борьба не с точки зрения, что какая-то плохая, какая-то хорошая, это колоссальное геополитическое, всемирно-историческое противостояние. И ещё раз повторю, мне кажется, ни в коем случае нельзя снижать уровень этой борьбы, уровень этого противостояния, уровень этих противоречий, и ту тяжесть, которая ложится на каждого жителя Молдовы, когда он вынужден делать этот выбор. И я считаю, что в этой ситуации нам очень важно всё-таки параллельно с одной стороны таким экономическим слоем, восстанавливая цивилизационный слой и, по сути, близкий к религиозному. И нужно, с другой стороны, идти в самый низ, к материальным процессам, где вопрос идёт о проектах, которые мы могли бы совместно реализовывать с Молдовой. И здесь, конечно, ситуация крайне неприятная, потому что, по большому счёту, никаких реальных проектов за последние годы не вырабатывалось, не выработано, и никто не может привести какие-то серьёзные проработки, скажем, трёх-четырёхлетние, с участием лучших специалистов и профессионалов со стороны и России, и Молдовы, где мы вырабатывали проекты совместного развития. Это надо, безусловно, просто делать, потому что иначе мы запутаемся в идеологически, так сказать, конфронтационных вопросах и не выйдем на вопросы принципиального сотрудничества по самым важным стратегическим проблемам жизни каждого человека. И здесь, конечно, один проект совместного развития, мне кажется, очевидным, хотя он пока чуть-чуть абстрактный, и мы, в частности, как институт, готовы тоже здесь продвигаться. Это, конечно, проблема, на самом деле, сохранения, наращивания плодородия почв и вообще проблема органического и экологического продовольствия, потому что здесь ресурсы Молдавии, опыт уникальный. Я две практики проходил в Молдавии как студент сельскохозяйственного вуза, и я прекрасно понимаю, на самом деле, уже в советский период, какие складывались уникальные агротехнические системы, и надо это поддержать, усилить и поводить это на системы 21 века. И я предлагаю в заключении, я готов связываться с людьми, которые способны разрабатывать стратегические проекты совместного развития, надо такие проекты делать, должна быть матрица, система, набор таких проектов, мы должны противопоставить только количественно экономическим текущим показателям серьезнейшие проекты, стратегические, и это и будет наш цивилизационный выигрыш. Спасибо.